Всем привет! В эфире Beauty без правил! Привет! Лиза Краснова наконец-то в студии! Привет! Вы в этом году вообще снимали что-то? Я не знаю. Мне кажется, в прошлом году только вообще. Наконец-то мы вместе и наконец-то мы будем есть! Ура! Поэтому это видео запрещено смотреть на голодный желудок. Обязательно ставьте на паузу или посмотрите его позже. Возьмите что-нибудь поесть, потому что мы сначала накрасимся, а потом будем есть. Да! И сегодня у нас четверг. А что значит четверг? Четверг, рыбный день! Опять пришли танцы. Просто может не все из того поколения, когда четверг был рыбным днем. У меня был вторник и четверг, рыбный день в столовой школе. А, да? Нет, у нас был только четверг. А у вас есть, кстати, у кого-то еще до сих пор рыбный день? По правилу, что четверг, рыбный день. А знаете, почему четверг рыбный день? Вернее, почему мы сегодня... Я запуталась. Я думала, ты хочешь сказать какую-то историю про Советский Союз, когда привозили цистерны, рыбы, что-нибудь это. Это я помню, конечно, как карпиков ловили живых из таких бочек. Так это до сих пор делают. О, Господи, я такое не видела. Я только из аквариума приезжала. Такая огромная машина. Машина? Да. Ужас. Я хожу по овощным. Я по рыбным не ходила. Это уже будет в следующем видео. Сегодня у нас рыбный день, потому что у нас рыбная коллекция косметики. Можно так сказать, что она рыбная, Лиза? Ну, я не знаю. Но это всегда все имеет двусмысленный характер. Ты так и достала хэппи мил. Рыбный хэппи мил. Майс, у нас что-то, короче, если мы никогда не поедим, я чувствую, если мы будем так снимать. Нет, поедим. Спасибо большое бренду Сода, который прислал мне пиар в Украину, потому что в Украине теперь косметики Соды нету. Верните ее, пожалуйста. А куда она делась? А я не знаю. Она раньше была, а теперь ее нет. Ну, Литуаль же куда-то съехал. Но Бьюти Бэй? Тьфу. Ну, Соду можно купить на Бьюти Бэй. И это, кстати, не значит, что мы будем хорошо говорить. Вернее, как Диана, как всегда, будет все хвалить, потому что ей всегда все нравится. А я не гарантирую. В детстве мечтала быть русалочкой. Я была уверена, что если долго плавать в море, можно стать русалочкой. Сегодня ты поешь суши. Возможно, у тебя что-то вырастется. Стриптококк. Или вот эти плоские черви, знаешь, как они... Может быть, жабры, чешуя, все что угодно, не знаю. Кстати, я забыла вам сказать, подписывайтесь на канал Лизы, если она редко появляется здесь, но на своем канале она все-таки появляется часто. Чуть чаще, чем здесь. Чуть чаще, чем здесь. И вот здесь вы найдете ссылку на ее канал. Лиза, давай уже краситься. Покажи, чем мы будем краситься сегодня. Палеткой. 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 Три палетки. Палеткой. Зачем так много палеток? И еще одной палеткой. В одной коллекции. А у меня, кстати, вообще почти не осталось косметики. Я же провела расхламление. У меня там буквально все вот в этот хэппи-милу поместится. Черепаший суп какой-то, судя почитаю. Что это? Черепаший суп. Вот это черепаха нарисована. Так. Можно открывать? Открывай все, что хочешь вообще. Все открываем. Что это? Это что-то на блестящем. Вау. Это какая-то... Кстати, в упаковке все так же, как и, по-моему, года три назад, кладут наклейки с всякими штучками. Вау. Можно клеить, смотри. Класс. Класс. Короче, такие блестяшки на какой-то водной основе. Они просто отдельные блестки в какой-то желешке. Я вот тут, знаете, что распечатала? Это стойкие карандаши для глаз. Такие, знаете... Типа джамбо? Ну да. Знаешь? Вот так. Сейчас я вот сделаю. Вау. Какой вообще цвет. Я такой не хочу. Дай другой попробовать. А другой белый. А он будет засыхать? Да, он должен застывать. Смотри, это как подложка под тень белого цвета. Очень интересно. Блеск, как у Рианы. Вообще, какие красивые вообще цвета. Посмотри. Розовый тебе не нравится. Мне кажется, это в твоем стиле. Он уже подсох, но потри. Ну, еще нет. Или, может быть, так и надо, чтобы оно, знаешь, так вот растиралось. Мы посмотрим. Ладно. Красивый, кстати, блеск в такой упаковке, как у Рианки. У Рианки. У Рианки наши. Ну, вот Рианки. А я распаковала еще, кстати, тушь. И она, наверное, должна быть водостойкая, если это вся коллекция подводная такая, да, морская. Рызная, это тебе никто не гарантирует. Ну, посмотрим. Боже, она прям так тянется. Посмотри, супер черная. А, она, наверное, должна, знаешь, что если она тянется, она, скорее всего, снимается такими чулочками. Чулочками, да. Посмотрю. Но я хочу сказать, что мне нравится упаковка. Она очень приятная. Красивое сочетание цвета Тиффани и лавандового. Это самые мои любимые оттенки вообще. Да, удалите тушь с помощью теплой воды. Класс. Лиза, которая всегда читает инструкции. Я это делаю редко. Я не только их читаю, у меня есть коробка с инструкциями, в которой хранятся инструкции, которые я читаю. Молодец. А я распаковала, знаешь что, водный тинт. По-моему, это привет из 2013, знаешь, когда был этот тинт Benefit. Вот он точно такой же, смотри. Я не люблю такие штуки, кстати. Почему? Я люблю тинты. Я накрашусь сегодня, мне нравится. Потом вот такая палетка. А почему мы не показываем это во время макияжа? Ой, они отличаются? Ну, да, они в общем разные. Да, они очень разные, смотрите. Очень разные. Абсолютно не похожи. Вообще не похожи. Ничего, ничего нет идентичного. Это как-то хайлайтер. Нет, подожди, это? Тут тени, хайлайтер и хайлайтер. А, а не тени, а хайлайтер. Здесь две матовые и одна блестюлька. Тут пудра, смотри, хайлайтер и румяна. Как ты решила, что это пудра? Ну, она просто светлая. Тоже! Я чувствую, что ты сегодня такой будешь краситься. Мне нравятся вот эти блестюльки. Посмотри, какая тут гамма вообще. Блин, красиво. Это очень красиво. Хочется понюхать. Пахнет русалками? Нет, ничего не пахнет. Не пахнет. Карто он только пахнет. А что здесь? Мне кажется, что мне больше нравится вот эта палетка. Она такая спокойная и wearable. Вот это точно пудра. Я вот ей накрашусь. Думаешь? Немножко. Да, она прям высветляет мне. Смотри. Под глазом. Хоп-хоп. И накрасила. Что там? Такая пигментация. О, Господи. Теперь хайлайтер. Он такой русалочий в виде... Тут, кстати, везде есть зеркала. В всех палетках. Да. Это классно. Так, хайлайтер розового цвета у меня. Давно я таким не красилась. А ты что красишь? Нос. Нос? Чем? Румянами? Да. Так все делают в тиктоке. Все молодежь. Да, кстати, Лиза. Как твой тикток? Никак. Ты его не ведешь? Забила на него. А я нет. Ты молодец. Мне нравится. А ты видела, ютуб шорты появились? Да, видела. И Лёва там всякую дичь смотрит. Ютуб шорт? Да. Типа, включат. И я, когда у него забираю, мне говорит, верь мне мой тикток. Который в ютубе. Боже. Вот эта пигментация на румянах. Я в шоке. Такая тебя чудо. Ну, у меня прям тут ядреный коралловый цвет. Ну, то, что надо для русалочки, знаешь. Можно уже наклейку снять с лба? Ну, если хочешь, снимай. А ты будешь в ней сидеть? Не знаю. Она так украшает макияж. Можно даже макияж глаз делать. Я наношу этот тент на буллю. Нет, я не хочу. Почему? Такая противная. Это как будто я поела немножко красной рыбы. Слушай, ну в жизни он не так, как на камере смотрится. А как на камере? Яркая сыркая кислота. А в жизни? Такой нормальный. Нормальный. Ну, вот я наношу на центр и растушевываю. Слушайте, ну это точная копия вот этого тинта от Benefit. У меня, кстати, его никогда не было. Вернее, он был в такой маленькой миниатюрке. А эта вот штука прям интересная. Ее можно еще нанести как румяна. Но мне кажется, как тинт нормально. А ты что уже накрасила? Так ты же накрасила, и я накрасила. Ты уже накрасила вот этот блеск? О чем молча? Сейчас расскажи что-нибудь. Блеск. Блестит. И что, липкий? Ну откуда я знаю? Так секунду назад накрасила. Надо тест волосами сделать. Умася! Укладка на Дайсон. Ну я вообще-то собиралась завтра с этой головой ходить. Теперь придется мыть волосы. Ты же каждый день так мышь волосы. Да, но я типа на Дайсон накрутилась вообще-то. Слушай, я даже хочу такой блеск уфра. Ну мать, ну что ты сделала? Ну помоем, ничего страшного. Зато это, как это называется, тест, как липнут волосы. Никакая не выдержит ничего. Part of your world. У тебя как называется? Kiss the girl. Мне нравится вот эта гамма, потому что она здесь такая носибельная. И мне нравится. Тут и коричневые есть, и какие-то. А Лиза, у тебя что? А у меня то, что тебе не нравится. Причем Диана никогда не красится носибельными палетками в видео. Всегда какой-то этой хардкоринкой. Я накрашусь чем-то фиолетом. Ну а что? Но я еще хотела, знаете, что попробовать? Тут есть такой вот белый карандаш. И его можно как базу, наверное, использовать. Вот этот, кстати, карандаш, только розовый. Я его вот кистью наношу. Он дает такое тоненькое покрытие, не жирное. Я думаю, будет хорошо. Красиво. Так и для ярких тоже будет красиво. Слушай, этот блеск, он как-то губы печет, нет? Нет. Нет? Нет. А мне как будто бы, знаешь, покалывает и как будто увеличивает. Нет, я думаю, что ты просто волосы свои придавила, а на них там у тебя 300 литров стайлинга твоего кудрявого. Стайлинга нету сегодня. Как это? А твой керлишмер? А я вчера окрасилась, и когда меня красят, волосы вытягивают, я ничего не делала. Так, я, в общем, наношу вот такой оттенок. Ты хоть показываешь, чем ты там красишь? Нет. А, я пока только карандашом украшусь. Ну, так покажи. Я вот фиолетовый взяла, очень красивый. Ой, сейчас посмотрю. Вау, как красиво. Ой, красивый. Очень красивый цвет. А я не знаю, мне очень нравится вот этот цвет в серединке. Какой? Ой, какой он кремовый. Слушайте, ну, пигментация здесь хорошая. Очень. Блащи Чикс называется. Очень красивый цвет, вообще. Я просто захватил. Мой любимый оттенок. Фиолетовый. А внутри немножко вот такой вот блестящий. И у меня такой. Да? Покажи, где ты видишь? Вот такой. А у меня такой только розовенький. Ну, а у меня вот такой фиолетовый. И он таким... Почему мне на майку падает? Слушай, у меня, кажется, губы больше становятся. У меня реально что-то припекает. У тебя такого нету? Нету. Как это? Ну, вообще ничего не чувствую. Да. У меня губы реально... Как будто бы я намазалась максимайзером. Ну, знаешь, какое-то такое вот чувство есть, что что-то у меня на губах осталось. Так. Ой, красота. Ну, в общем, теперь надо русалочих блесток. У меня здесь есть глиттер серебряный. Мне кажется, он сюда очень даже подойдет. Лиза. Смотрите. Что там у тебя? У меня чешуя. Чешуя какая-то. Рыбия получилась. Ой, боже, как красиво. Лиза, смотри. Класс. А они так клеятся прям? Да. Взяла и наклеила. Так. Карандаш мне вот этот белый понравился. На нем, короче, смотрится все очень ярко. Особенно пастель будет красиво смотреться. Котя, а как ты их приклеиваешь? Они просто приклеиваются. Ты берешь пальчик. Пальчик? Вот так вот чик-чик-чик и наносишь, да? Вот так? Да. Так это какие-то хлопушки. Ну, возьми вот средний. Оно в глазики не попадет? Нет, средний палец возьми. Вот этот. А я сейчас смотрю. Вот этот средний. И вот так повозюкай. А потом вот так прикладывай. Хочешь, я тебе сделаю? Нет, спасибо. Я умею. Ну-ка покажи. Ты тоже делаешь глиттер? Ну, конечно, я же тоже принцесса. Покажи. Вау. У меня не так. Ну, вот так вот плохо липнет? Нет, хорошо. Нормально. Хорошо липнет, смотри. Это как в этой шутке. У нас не работает пылесос. Плохо сосет? Нет. Сосет хорошо, убирает плохо. Давай сделаем свочки. Я вот беру и прям хорошенько залажу сюда пальцами. Обалдеть, вообще. Не все такие. Ой, этот классный стрик. Очень красивый. А, ты на пальчика сделаешь? А на кожу? Ну, я сейчас и на кожу нанесу. Но, честно говоря, я под впечатлением, смотри, раз, два, три, четыре, смотри. У меня не все такие. У меня вот такой. Да, но у меня тут, смотри. Ну, золотистый не очень хорошо этот передается. Вот этот хорошо. Ну, вот этот глиттер просто свочить, это такое дело. Но, честно, мне очень нравится. Смотри, а если глиттер втереть, кстати, он классно ложится такой чешуей. Ну, у нас глаза просто... Смотри, как красиво он. Да. Смотри, он как жидкий. Но его же глаза себе так не вотрешь. Ну, вот тут я взяла еще такой золотой, и он так себе посредственно. Тут, да, не все они хорошие. Но матовые вроде ничего. А я хочу накраситься той тушью, которая снимается чугочками. Лиза, а ты будешь своей красить? Да. Своей любимой? Да. Неповторимой? Лучшей. Лучшей? Слушайте, ну от этой туши не ожидайте большого объема. Здесь только, знаете, разделение и, может быть, удлинение. Но на самом деле объема вообще никакого. Ну, в принципе, эти туши, они редко дают объем. Вот эти вот чулочные, носочные, русалочки туши. Мне очень нравится дизайн. Но тушь мне не очень нравится. Она какая-то вся... Ну, смотри, какие-то комки. Ой, фу. Какое-то все непонятное, да. Я не знаю почему, но она все комочками какими-то выглядит. Не очень. Но у Лизы просто веер. Ресницы в раке. Боже, Котя, это ужас какой-то. Смой ее, когда видео закончится. Ну, я ее и так буду смывать, потому что она смывается водичкой, чулочками. Она выглядит прям мрачно. Но формула мне не очень нравится. Реально такие паучьи лапки, да? Просто видно, что ресницы еще есть, куда им как бы их прокрасить, а оно все скомкивается где-то полмикрона до конца ресницы и какие-то образовываются сгустки. Нет. Выглядит сильно плохо, покажи. Ну да. А ты нежные не красишь? Нет. Поднакрасывай ты нежные, нет? Тебе так нравится? Вот, вот так, вот. Что, можно? Прыщик заклеил? Кстати, да. Патчи от прыщей. Цветочек. Можно еще мне тоже сюда. Опа! Вот и такая нежненькая палетка. Ну как, если у вас прям совсем есть желание что-то купить новое, можно купить эту палетку. Но жить без нее, в смысле коллекцию, но жить без нее можно легко. Что ты делаешь? А я, знаешь, видела такой лайфхар. А, это я такое делала. Ты делала такое? Да. О, смотри, сейчас будет у меня. На 14 февраля я делала сердечко такое. Смотри, можно отлепить. О, какая-то фигня получилась. Я надеюсь, вы тоже взяли себе что-нибудь вкусное, потому что сейчас мы будем есть роллы. Класс. Да? Да. Ты что ешь? Ты что ты за мальчик? Да, помоги. А у меня что-то с лососем. Я люблю с лососем. Очень роллы. И... Вкусно? Правильно? Угу. Так, у нас еще салат. Я впервые в жизни заказала... В суши и слад. Угу. Роллы это такая еда, которая, мне кажется, никогда не надоест. Ммм, очень вкусно. Вот это, кстати, новый... Блин, я хочу, чтобы ты попробовала. Попробуй его, пожалуйста. Не хочу. Лиза заказала ролл. Сейчас я покажу. С угрем. Можно я покажу вот сюда, в камеру? Ролл... Нет, подожди, сейчас. Ролл с угрем. Ну, там, по-моему, какой-то тунец, не знаю. А внутри лосось такой запеченный. А, я такой не люблю. Я люблю свежие. Любой свежие. Я буду пробовать вот такой лосось. Называется Double Fish. И здесь много рыбы сверху и внутри. Это класс. Это очень вкусно. Вот зря ты не хочешь попробовать. Попробую. Не хочу. Не пожалеет. Не хочу. Началось. Может, я буду тестировать блеск? Он у меня весь в икре. Весь... Весь... Не волосы прилипли, а икрынки все прилипли. Не знаю. Так, у меня еще ролл Калифорния. Я люблю Калифорнию без... Без этого. Без Филадельфии. Калифорния без Филадельфии. И Калифорния без Филадельфии. Калифорния не бывает с Филадельфией. Это разные города. Далай этого момента везде. Слушай, знаешь, мне кажется, роллы это не лучшая еда для свидания. Правда? Особенно... Не, ну, смотря какие. Если это какие-то роллы в таком крошечном ресторане... Есть такой формат, типа, ну, как ресторанных роллов. Когда ты в ресторане заказываешь роллы... Да. Они всегда там очень крошечные. Мне кажется, что они всегда большие. Или нет? Нет. Если это не японский ресторан, а просто какой-то ресторан, где есть еще и роллы. Что, они там всегда маленькие? Да. Но вот такой ролл на свидании я не представляю, как есть. На первом свидании. Ну, его только можно отключить. Есть подружка, которая ест роллы вилкой и ножом. Кто? Подружка, которая ест роллы ножом и вилкой. Кто так ест роллы? Моя подружка! Это ужасно. Ну, слушай. Это два одинаковых? Нет, они разные. Как разные? Вот так. А, вот этот мне нравится. Угарь и авокадо, огурец. Вот этот мне нравится. Так, пробую. Почему ты этот не хочешь попробовать? Он такой же, как тебе нравится, только чуть другой. Я не люблю в роллах манго, не люблю в роллах, типа, клубника и что-то такое сладкое, знаешь? Груша. Ой, а мне не нравится с грушей. Нет, ну так ты такой заказала. Нет, это он с манго. А, вот такой я не люблю. Ммм, попробуй маринованный лосось. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот такой салат. И тут сверху лосось. Ой, котя! И какие-то цветочки. Ну, это Филадельфийка. Ага. Ну, давай. Зачем ты погребла цветочки и не съела их? Ммм, они политы кунжутным. Да, вкусно, скажи. Очень вкусно. И авокадо. Ммм. Лиза, ты когда попробовала суши первый раз? Я вот честно, как-то не помню, как-то не зафиксировалась это в моей памяти. Тебе не понравилось? Ну, может понравилось. Я попробовала первый раз суши в Веки Тории в Москве в 97 или 98 году. Ого. Мы пришли туда с подружками после института. У нас была подружка, которая их уже ела, пробовала, и она знала, что надо заказывать. Мы заказали такие маленькие маки с лососем, 6 штук, и несколько суши, когда рыба сверху, лися. И мне показалось, да? Ну, нет, это типа нигири называется. И мне показалось, что вкуснее в жизни вообще ничего нет. Это было очень вкусно. А еще салат из водорослей. Я его терпеть не могу. А я его очень люблю, поэтому... Поэтому у меня был поход то, что надо. Боже, я не помню. Кстати, я подумала, что мы с тобой за всю историю нашей рубрики ни разу не тестировали сушами еду. Но у нас еще нет повторяющихся блюд. Да, мы, кстати, едим все время все разное. А что мы еще не ели? Ты можешь вспомнить? Я даже не могу вспомнить, что мы уже ели. Мы ели шаурму, мы ели бургеры. Какую мы шаурму ели? Большую такую шаурму, самую большую. И с халебургер. А-а-а, точно. Ой, она такая вкусная. Потом мы ели бургеры. Мы ели... Борщ? Борщ. Что мы еще ели? Мы все ели. Да. Мы не ели оливьешку. Не ели? Нет, мы хотели сделать какой-то Новый год с оливьешкой. Этот Новый год мы проведем с оливьем. Я вспомнила, как я впервые ела устрицы. Устрицы мы еще с тобой не ели. С Павлом Зибровым. Мы пришли на какое-то мероприятие для прессы, где был Павлом Зибров. Мы видим Мэдди на особистисть. И он, значит, всех очаровал своими усами. Ну, это был как раз период, когда он только покрасил себе эти черные усы свои роскошные. И он, в общем, как профессор Зоинберг знает. Ну, короче, это была жесть. Я тогда впервые попробовала эти устрицы. И был такой момент, когда я эту устрицу туда, а она из меня обратная. И я вот так сижу, вот просто передо мной сидит Павло Зибров, что-то мне рассказывает своими этими усами. А я просто так беру салфеточку, делаю вот так, и падаю вот так под стол, потому что я понимаю, что, типа, уже не я устрица, а устрица меня одолела. Боже, я их обожаю просто. Вот устрицы, это самое вообще мое любимое. Ну, я, конечно, ем не часто, но иногда я даже сама их покупаю домой, и у меня есть специальный нож. Я помню момент, когда я впервые в жизни попробовала КФС. Это было в видео, когда мы тестировали. Серьезно? Да. Ты после этого его ела? Это первый и последний раз. Реально. Это как плохое свидание, первое и последнее. Мне вообще, ну, типа, я поняла, что я не КФС человек. Ты Макдональдс. Да. Все, мы, короче, отключаемся и увидимся с вами в следующих видео. Beauty без правил. Пока.